О роли дополнительного образования в развитии духовно-нравственных ценностей ребенка вы узнаете из рубрики «Для вас, родители». Педагог дополнительного образования детского эколого-биологического центра «Натуралист» Наталья Владимировна Семенкина выступила с докладом на районном родительском собрании «Семья и школа экологии души», прошедшем 19 октября 2013 года в городе Амурске. При участии гидбригады обратила внимание родителей на экологическое воспитание детей посредством привлечения их в эко-театр центра. Тема моего выступления была «Экологический театр. Доброта спасет мир». Это очень актуальная тема на сегодняшний день, потому как детки наши в основной своей массе, имея семьи, имея детство, они сейчас все равно, как ни крути, бесхозные. То есть даже если мы их отправляем в школу, в детский сад, если семья не уделяет должного внимания, если очень мало отводит времени своему ребенку, его очень быстро забирают другие какие-то структуры, улицы и так далее. И сейчас, на сегодняшний день, очень актуально воспитание, скажем, многофункциональное. То есть ребенку нужно дать все и сразу, либо вообще его никакое не дают. Наш центр «Натуралист» имеет очень много кружков, секций. И вот у меня объединение, которое называется «Экологический театр». И через призму экологии я пытаюсь дать детям те недостающие элементы, которые ребенок не получает в семье. Это общение прежде всего, потому что ребенок вообще не раскрывается. Он начинает играть, то есть это та сфера, которая изначально в нем заложена. А еще, если сюда присоединить и экологическую призму, то есть это любовь к природе, к животным, это то, с чем мы сталкиваемся в утробе мамы, это вода. То есть это то, что касается вообще нас, нашего естества. Тогда получаются очень хорошие вещи. То есть мы их и учим, и развиваем, и даем им такие знания и умения, которые пригождаются им потом в жизни. То есть ребенок по неволе раскрывается. И даже, я уже отмечаю, детские некоторые, они в плане физиологии становятся лучше. То есть есть даже некоторые диагнозы, которые уходят уже на второй план. Для меня это очень большой скачок вперед. Ну и для них, соответственно, тоже. Основным смыслом идеи использования общим образованием потенциала дополнительного образования детей является изменение отношения взрослых, в данном случае профессионального педагогического и родительского сообществ, креативным возможностям детей, признание их права на проявление инициативы и самостоятельности в добровольном выборе формы и содержании образования в соответствии со своими интересами. Если говорить о экологическом вообще развитии детей, мы им сейчас показываем на уровне сказки, на уровне агитбригад, то есть той формы, которая им ближе, они там не просто раскрываются, они показывают ту сторону медали, которую даже родители на наших показах не знают в ребенке. То есть мы даем им толчок, что ли, в такую сферу, где даже, можно сказать, непознанное. Детки раскрываются, у них активизируется словарь, у них у многих появляется чувство ответственности за какие-то вещи, что ты не просто так же живешь на земле, а ты за кого-то отвечаешь. У них чувство товарищества появляется. И потом, если человек коммуникабелен, он может в любой сфере, так скажем, не просто раскрыть себя, а найти новых друзей. Это очень важно. Тем более детки у нас приходят с ними до 15 лет. Это возраст, когда сензитивность, когда общение на первый план выходит. То есть они должны чувствовать себя, опору под ногами своими. Очень большой такой пласт воспитательной работы. Это дети социальные. То есть те, которые очень часто лишены любви родительской, ласки, каких-то подарков, каких-то вещей, которые мама, обыкновенная мама, которая нормальная. Да, да, забота. То есть даже если просто ребеночка обнять, к себе прижать, а еще потом приложить до какой-то роль, то есть ребенок не просто раскроется, он феноменально просто преображается. У нас были собрания родительские, были показы. Вот День Матери изумительно прошел. Родители некоторые даже сплакнули. То есть они даже не видели ребеночка своего в таком виде, а детям было каково. Во-первых, они роль какую-то получили, не играли это. Они настолько были где-то похожими, где-то не похожими. То есть они на себя такие качества принимают, которые иногда для них в последней жизни вообще невозможно. А там они это попробовали, и у них получилось. Они получают призы, подарки, это тоже важно. Дети нашего экологического театра, который сейчас ко мне ходит, принимают очень активное участие во всех мероприятиях городских, районных, региональных и так далее. Вот, например, в видеогидбригаде мы очень часто принимаем участие в марше парков. То есть это традиционное мероприятие, и мои детки участвуют в видеогидбригаде. То есть мы выступаем, показываем, переодеваемся. Такая форма работы. Потом у нас очень часто проходят экологические сказки. То есть мы приглашаем деток детских домов. Они были у нас уже не раз в школе, четвертый интернат. Мои дети участие принимали. Были ведущими, и плюс-таки бригада в мусорном карнавале, который проводили. Сейчас он будет традиционен у нас. Было шикарное просто представление. Весь зал был просто вообще шокирован, потому что было здорово, зрелищно. Дети все активизировались. Это было так здорово. Потом у нас сейчас традиционный день птиц, который проводится вначале. Все знают, что 1 апреля день птиц всемирный. И мы непосредственно участие принимаем. У нас бинарное мероприятие вместе с заповедником Улынский. Тематические сказки у нас посвящены, например, в том, когда у нас было приключение «Змеючки-гадючки». Приключения «Экологические все сказки» с экологическим уклоном. Мы их делаем на основе той сказки и перерабатываем. Дети сообщаем и придумываем эти сказки вместе. И у нас получается очень такое совместное творчество. Деткам всем очень нравится, потому что фантазия. Они очень хорошо придумывают. Выражение у них замечательное. И потом все это мы ставим. Приглашаем гостей, родителей. Мы делаем собрания родительские. И показываем потом. День матери был тоже очень хороший, шикарный. Поэтому по школам приглашаем детей на тематические вечера. И с участием моих детей. Поэтому приходите к нам. Нешкольные учреждения приобрели право на разработку и реализацию образовательных программ, предлагающих детям, преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет, достижению определенных образовательных целей. Под дополнительным понимается мотивированное образование, которое получает личность сверхосновного образования, позволяющей ей реализовывать устойчивую потребность в познании и творчестве. Максимально раскрыть себя. Самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. Гибкость дополнительного образования детей, как открытой социальной системы, позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, формирования социальных компетенций и развития творческих способностей детей в области ночно-технической, художественной, эколого-биологической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, туристко-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной и другой образовательной деятельности, которые он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими желаниями и потребностями. Поэтому приходите к нам, приводите своих деток, это я сейчас говорю всем родителям, всех детям, которые нас слышат и будут смотреть эту передачу. У нас очень интересно, у нас есть животные, то есть мы ходим туда, в наш уголок, мы соприкасаемся натурально, мы их кладим, выпускаем из клеток, мы их кормим, мы о них заботимся. Мне хочется очень закончить свою речь, свое выступление высказыванием знаменитого психолога Выгодского, который сказал, помогая детям преодолевать трудности, мы всякий раз сотворяем своего рода чудо. Этот результат совместных усилий педагогов и детей – маленькое произведение искусства, в создании которого все принимают участие, подобно музыкантам огромного единого оркестра. В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают особенности социума. Вследствие этого – накопление детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, самоценности личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни.